Всем привет, ребята! С вами снова я, Бенди, и сегодня мы озвучиваем новую партию ваших рисунков. Точнее, мы их не то чтобы озвучиваем, мы их просто рассматриваем и показываем. Ну и придумываем к ним какой-нибудь комментарий. Вот, например, пока я тут с вами болтал, прошло уже шесть рисунков. И ещё хочу сказать моим дорогим художникам, присылайте мне что-нибудь ещё, кроме головы. Потому что я же всё-таки не колобок, у меня есть и другие выдающиеся части тела. Если кто не понял, я имел ввиду руки, ноги и, конечно же, хвост. Ещё хочу передать особый привет тем, кому не нравится мой голос, от вон в той стороне. Да ладно, ребята, я шучу, я вас тоже всех люблю. Хоть вам и не нравится мой голос, но другого у меня, к сожалению, нету. Так что буду вас бесить этим голоском. Вы, наверное, спросите, ну почему у меня такой голос? Ну а как вы думаете? Подумайте сами, включите свою логику, ведь я танцующий демон. А танцору что обычно мешает? Вот, я раз танцующий, значит мне ничего не мешает. Поэтому у меня такой голос, ребята, вот и вся логика. Ну, надеюсь, с голосом мы разобрались. Кстати, кто-то там предположил, что я заболел и меня озвучивает Микки Маус. Нет, не угадали. Как раз таки всё наоборот. Это я озвучиваю Микки Мауса, поэтому у нас похожие голоса. Ну ладно, что я всё о себе, да о себе. Вот, кстати, к нам сегодня обещал присоединиться Борис, но его, как всегда, нету. Наверное, Дэй дает мои последние печеньки в шкафу. Борис, иди сюда! А, я совсем забыл, он же сказал, что пошёл в спортзал. Странно, конечно, что он там забыл, ну да ладно. О, кстати, хотел похвастаться, меня из демонов в дьяволы перевели теперь. Так что, ребята, бойтесь, я теперь крутой стал. О, папа, а ты что здесь делаешь? Я пришёл сказать, что ты у меня не кот. И мама у тебя не кошка, и папа у тебя тоже не кот. И я не понимаю, почему тебя рисуют котом. Ладно, ладно, пап, не кипишуй, иди, я сам разберусь с котами. Ну, или, может, вот эта симпатичная девочка мне поможет. О, хотя можно попросить вот этого мальчика-зайчика, они обычно самые злые. О, привет, синий лисёнок. Кто тут у нас ещё? Голубой лисёнок. Голубая лисичка тоже с топором сойдёт на роль телохранителя. О, а вот этот мужик с зубами страшнее всех. Вот его и возьму, наверное. Или, может, сразу толпу целую позвать. Так, а тут, если я не ошибаюсь, ребята из ФНАФ, ну что, эти ещё страшнее будут. О, ребята, немного опоздали, конечно, но мы вас тоже возьмём в эфир. Так, ну где же там Борис, а, со своим спортзалом? Может поговорить о вреде курения, ребята? Вот, посмотрите, это очень вредно. А вот есть на ночь тоже вредно, особенно шарики. Также не рекомендую одевать юбки мальчикам, особенно в светлое время суток. За это могут вас побить. И на меня тоже хватит уже пялить юбки. Я тоже мальчик, если кто-то из девочек не заметил. Кстати, девчонки, это всё вам. Да берите, берите, не стесняйтесь. Джо платит. А с вас, кстати, печенька. Небольшая рекламная пауза. Новые чернила от фирмы Бенди. Раскрась жизнь врага в чёрный. Ну, наконец-то, кажется, Борис пришёл. А может, это опять кто-то из фанатов в дверь ломится? Или в окно залезает? Надо пойти проверить. Эй, Борис, это ты там пришёл? Борис! О, здорово, Бенди. Извини, что опоздал. Ну, как я тебе после спортзала? Ого, Борис, иди майку одень немедленно, иначе я ослепну от этого великолепия. Что, получше я стал выглядеть, да, Бенди? Сейчас селфи нащёлкаю, поклонницам разошлю. Слушай, Борис, а я тоже хочу так подкачаться. Хотя зачем? У меня есть топор. Я могу себе вырубить кубики. Ну, или лучше, может быть, я пойду чайку попью. Эм, или лучше вообще пойду посплю. Да, да, пожалуй, я пойду посплю. Отличная идея. Не, Бенди, я спать не хочу. Может, пойдём на улицу погуляем? Эй, Борис, опять на улицу? Неохота, там фанаты начнут к нам приставать. Опять со своей любовью, морковью. Не, чё-то неохота мне туда идти. Опять придётся за колонками убегать. А в прошлый раз вообще? Что, ты забыл, где мы прятались? В мусорном баке, Борис? Да ладно тебе, Бенди, а я там подружку нашёл. Ага, ты подружку нашёл. А я нашёл кучу мусора на голове. Меня потом за бомжа приняли. Даже один тип одеколон подарил. Да ладно тебе плакаться, Бенди, но я ж тебя уже пожалел в прошлый раз. Ну, а насчёт фанатов, что я тебе могу сказать? Ну, отобьёмся как-нибудь. Вон, если что, чару попросим. Она с ними разберётся. Да и вообще, Бенди, я думаю, некоторые из фанатов очень даже ничего. Я бы покушал с ними мороженое в парке на тёмной лавочке. Эх, Борис, а что такое тёмная лавочка? Что-то я не понял. Ну, Бенди, это лавочка. Ну, в парке, когда темно, и там лавочка стоит. А, понятно, тёмная лавочка. Да, надо будет запомнить. Бенди, да и вообще, чё ты паришься? У тебя же бензопила есть. Ты забыл, наверное. Ну, знаешь ли, Борис, у меня и топор есть. Ну, не могу же я всё время их с собой таскать. Ну, это да, конечно, не очень удобно. О, Борис, а что это у тебя тут за наряд такой? Сапоги чьи-то? У кого ты такие сапоги стырил? У метатона, что ли? Да не знаю я никакого татона, Бенди. Это мне поклонницы подарили. Эээ, поклонницы подарили. Ты глянь, что мне поклонницы подарили. О, ну ничего себе, у тебя крутятский наряд. Я бы такой в рамочку повесил. Слушай, Бенди, а может ты со мной поделишься? Чем, нарядом, что ли, с тобой поделиться? Да нет, какой наряд? На кой чёрт мне твой наряд? Поклонницами. Да, конечно, Борис, без проблем. Вот, кошка от поклонников, её тоже можешь забрать. И, кстати, Борис, ты же хотел там что-то в рамочку повесить. Вот тебе фотография. Правда, ты тут облысевший немного. Ну, я думаю, тебе и так сойдёт. Ой-ой-ой, кто бы говорил? А ты себя-то видел? Хе-хе-хе. Обшерстевший ты наш. Эй, Борис, это удар ниже пояса не считается. Вот как должен выглядеть настоящий демон. Посмотри, Борис. Ну, или вот как-то так он должен выглядеть. Тут с крыльями даже ещё круче. А вот тут моя подруга говорит, что этому городу нужны герои. Вы хоть напишите, где вы живёте, а то я не знаю, куда лететь. О, Бенди, а эта фотография какая-то жестокая. Наши дети смотрят. Борис, ты что, по-твоему, жестоко резать помидоры? А, это помидоры. Я думал, это фанаты. Ну, ты даёшь, Борис. Посмотри на меня. Я же белый и пушистый. Ну, насчёт белого ты приврал, конечно. А вот тут ты вообще разноцветный. Да ладно тебе, Борис, к мелочам придираться. Я вот что-то сказать хотел и забыл, что... И то, что я не пони, я вчера, по-моему, говорил. Ну, и моя мама, соответственно, тоже не пони. Я думаю, это всем понятно. А, кстати, хотел сказать вот что. Девчонки, вы меня рисуете боящегося пауков. И не стыдно вам? Я же демон. Как я могу пауков-то бояться? Мои фанатки вам куда пострашнее будут. Хе, Бенди, ты что забыл? У тебя же теперь нет фанаток. Теперь все твои фанатки мои. Ты же пресс-то мой видел в начале передачи. А, точно, Борис, извини, забыл. Так это же клёво, Борис. Это теперь мне не придётся ни с кем целоваться и драться за печеньки. Да это же клёво. Ю-ху! Я свободен. Эх, хотя ладно, не буду петь. Петь, в общем, я не буду. Ля-ля-ля-ля-ля, у меня уже язык заплетается. Борис, я не то что петь, я уже говорить не могу. Давай заканчивать этот выпуск. Скажи что-нибудь напоследок ребятам. О, Бенди, ну ты слабак, уже сдался. Ну что, девчонки, теперь рисуем только меня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok